Вероника Лисовская работает бухгалтером в сельхозпредприятии с достойной для сельской местности зарплатой. Рассказывает, сначала думала отработать после распределения и уехать в город к родителям. Но когда получила ключи от собственной квартиры, на агрогородок городище посмотрела другими глазами. Когда я пришла сюда, мы жили на съемном жилье, нам снимали хозяйство, жилье. Когда построился детский садик, нам вручили ключи и сказали, что вот, держите вам, молодым специалистам, жилье. Агрогородок городище Шкловского района стал местом выездного заседания Совета Республики. Здесь есть, что посмотреть и перенять опыт другим сельским районам страны. Прежде всего должна быть работа, для того, чтобы человек мог работать и зарабатывать деньги. А, конечно, для того, чтобы жить комфортно, нужно создавать для этого условия. Это должны быть детские и дошкольные учреждения, школы, инфраструктура, конечно, банковские услуги, здравоохранение системы, образование. Все это должно быть. И вот мы сегодня хотели на примере городища, агрогородка городище, показать, как можно все это реализовывать. В новых квартирах агрогородка отопление современное, электрическое. Жилец сам может регулировать температуру, а это, естественно, влияет в том числе на оплату за отопление. Ну и главное, это не специально построенный жилой дом, а часть здания детского садика, который отреконструировали под жилье. История детского садика такова. Садик был аварийный, он не эксплуатировался, и наши детки находились в школе. Была выделена группка, потом было принято решение о текущем ремонте этого помещения, части его. Ну и, конечно, я настоил, пригласил губернатору туда, помощника президента, еще ранее был Михаил Иванович. Приняли решение сделать капитальный ремонт детского садика и ту часть, которая не планировалась под капремонт. Все-таки мы сделали капремонт и построили там 10 квартир. И, соответственно, молодые специалисты получили эти квартиры, востребованные в этой местности. Получив квартиру, рассказывает еще один молодой специалист Наталья Болбатович, перестала думать о трудоустройстве в городе, тем более городище – родной агрогородок. Я работаю социальным педагогом в школе. Вот недавно, совсем в конце января, получила квартиру. Двухкомнатная квартира, 48 квадратных метров. Она полностью под ключ была сдана? Да, полностью под ключ, с ремонтом, все как положено. Счастлива? Ну, конечно, счастлива получить квартиру. Созданы очень добротные условия для того, чтобы, прежде всего, молодое население агрогородка оставалось здесь жить, работать, трудиться, проявлять себя. И чем больше мы будем таких условий создавать, тем будет проще и активнее оставаться молодежь. Она будет максимально реализовывать себя. Все это будет идти на благо нашей страны. Ну, вообще, очень хорошее впечатление вообще от самого агрогородка. Детский садик после реконструкции стал современным дошкольным учреждением с музыкальным и спортивным залами. Здесь две группы, каждая по 12 человек. Скоро начнут работать ясли. Уже принято более 10 заявлений от молодых семей. А значит, численность населения растет, ведь созданы все условия для жизни. И то, что дети находятся в комфортных условиях – наглядный пример совместной работы властей и жителей агрогородка. Великолепные условия для проживания. То есть приезжают молодые специалисты, им предоставляется это арендное жилье. Прекрасные условия. Поэтому здесь должны быть все заинтересованы. Местные органы власти, конечно, руководители предприятий. Потому что мы понимаем, без руководителя этого холдинга, вот в данном случае Купаловская, ну, вряд ли бы что-то можно было сделать. Потому что, прежде всего, он заинтересован в том, чтобы приезжали и оставались работать кадры здесь. Поэтому, ну и, конечно, жители должны понимать, что это все делается для них. В агрогородке-городище более 600 жителей. Скоро еще несколько специалистов отпразднуют новоселье. Под жилой дом переделывают бывшее здание сельского совета. Переделать под жилье детский садик, сельсовет – решение нестандартное. И принято оно на местном уровне – властью и депутатами. Это достойный пример отметили в Совете Республики. Будут на уровне парламентариев, на законодательном уровне, в самом оперативном времени наработаны вот те меры, которые позволят приобретать земельные участки, занимать пустующие дома. Вы посмотрите, здания, сооружения, сколько их. Надо прямо сказать, что у нас есть возможность все это реализовать и сегодня. Но надо круги ада пройти бюрократическую. Это надо убрать. В центре агрогородка – дом культуры. За считанные дни провели его реконструкцию и площадь перед ним. Теперь есть место для проведения уличных культурно-массовых мероприятий. В дом культуры переехали сельсовет, отделение банка, библиотека, детская музыкальная школа, почтовое отделение – тоже здесь. На выездное заседание Совета Республики приехали также депутаты и старосты деревень не только Могилевской области, но и соседних. Местные предприятия презентовали им свою продукцию. Мы представляем ОАО «Александрийское». У нас собственное производство. Мы сами выращиваем животных на мясо, перерабатываем, производим колбасные изделия. Здесь представлены у нас вырезки, полиндвицы, зельцы, вареные колбасы, копченые, сыровяленые колбасы. Гости подходят, спрашивают, интересуются, где можно купить, интересуются составом продукции, населением в «Александрии», сколько человек работает, спрашивают. Основная наша линейка – это традиционные, давно забытые наши хвостовские рецептуры. Тортики, которые выпускались раньше, более 15 видов хлеба, более 20 булочных, ну и также 25 примерно кондитерских. Очень широкая у нас линейка выпускаемой продукции. Пробовали нашу продукцию, всем интересно, все знают нашу продукцию, наш ассортимент. Один из важных шагов в развитии агрогородка наравне с государственными торговыми объектами – открытие частных магазинов, отметили парламентарии. Таким образом появляется здоровая конкуренция. У людей есть возможность выбрать, сравнить цены. Ассортимент местного магазина впечатлил гостей. В продаже есть даже свежая черника и лесные грибы. Через заготовители они сразу же поступают на прилавок. Входят в лед, вот это вот все. Черника, ну конечно. Черника и лесичка. У нас на территории лесички-то не растут, у нас не грибная территория. Но мы ехали по дороге, там стоят леды. Ассортимент у нас всегда был хороший, как бы в том плане, что мы стараемся все для потребителя, для наших покупателей. Все, что появляется у нас новое, все стараемся донести до покупателя, так скажем. Если чего-то нету, то мы заказываем. У нас есть онлайн-витрина, поэтому мы как-то работаем с промышленной группой, в основном упор делаем. И продовольственная у нас как бы расширена ассортимент всего. Агрогородок-городище – транзитный населенный пункт. Через него ведет дорога на Россию. Товарооборот здесь на порядок выше по сравнению с другими селами. Во время ремонта магазина продуманы все условия для посетителей. Гродный код – это, будем говорить, основа торговли. И вы видите, что, видимо, для того, чтобы создать комфортную среду для жизни человека, ему надо создать несколько условий. Первое – дать жилье, дать возможность заработать деньги, реализовать эти деньги, обеспечить нормальную жизнь у детей. То есть садик, школа, магазин, дом культуры, кружки. Ну и вот почта, будем так говорить, банк. Это самое главное. Ну и рабочие места – это самое главное. Вот здесь как раз комплексно реализовано на этой территории этот подход. Но то, что касается там, какой торговли быть, ну вот мы говорим, что вполне с сетевиками Белковский союз может здесь конкурировать. Поэтому я бы удачи им хотел пожелать и дальше так продолжать. И спасибо могилевчанам, ребятам, что они сделали вот этот городок. Все пожелания людей, которых вот они что-то хотят новое изменить, что-то увидеть новое в наших населенных пунктах, мы все принимаем и стараемся сделать для того, чтобы наши люди жили комфортно, удобно. Если взять наш городок-городище, когда-то он действительно требовал немножко внимания. На сегодняшний день есть все. Есть больница, есть жилье, есть садики, есть магазины, и не один, а уже несколько. Есть выбор у людей. Показываем развитие Холодина-Купаловска и той структуры, которая способствует проживанию, достойному проживанию на территории. И школа, и садик, и дом культуры, и почта, и банк, и бытовые услуги, магазины. Вся структура создана для того, чтобы человек чувствовал себя не обделенным в государстве. И в сельском местности, и в городской. Развитие производства населения. Есть чем гордиться, конечно, потому что определенные объекты строятся за короткие сроки. И приятно слышать слова благодарности от населения за то, что для них делается. Рядом с агрогородком-городище молочно-товарный комплекс «Караси». Буквально за полтора месяца здесь построили новые навесы для телят. Мощность его на 400 голов. Обслуживать будет два комплекса. У нас не хватало помещений под содержание цовок. Сейчас есть. То есть мы имеем базу с водом этого объекта, направленную на повышение среднесуточного привеса. На этом комплексе, на данном МТК «Караси» производство молока на сегодняшний день составляет 139% в уровне прошлого года. Здесь еще проведена работа по реконструкции, ремонту доильного блока и оборудованию, в частности, что и дало возможность получать больше результата. Холдинг «Купаловская» объединяет три хозяйства – Новогородищенское, Амкадор-Шклов и Большие Словени. Задачи перед холдингом стоят довольно-таки серьезные. Вывод производства на абсолютный мой уровень. Для того, чтобы на другой уровень выходить, надо специалисты, надо рабочие руки. То есть у нас есть потребность в кадрах, и благодаря тому, что строится жилье, мы уже можем привлекать сюда людей. К примеру, в Словениях, решая жилищный вопрос для специалистов, избавились от долгостроя еще советских времен. Это 40-квартирный жилой дом, который был заморожен на строительство, будем так говорить, в 87-м году. И в 2018-м году мы его произвели реконструкцию, то есть застроили под это дело нам выделили 1,8 миллиона кредит, и за 4 месяца мы его полностью ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года. Наличие жилья – это важный момент закрепления молодых специалистов на селе. Закончил Смельянский государственный аграрный колледж. После этого Горийскую академию закончил. И в 2019 году, 1 августа, сюда приехал на работу. Сразу же квартиру выделили. – Насколько это здорово, что вы делили квартиру и то, что обеспечили вас жильем? – Ну, это само собой хорошо, так как с одногруппниками общаюсь, у них, к примеру, некоторым даже комнаты не дают, жилья вообще не представляют, а тут квартира целая. Это очень здорово. Как говорится, где родился, там и проходился. Сам закончил академию в 2015 году, учился от хозяйства, и свою жизнь связался с этим хозяйством. Уже четвертый год работаю здесь, недавно расписался. И получается, как раз была свадьба, и совсем недавно открыли эту пятиэтажку, квартиру, 4-квартирный дом пятиэтажный. И руководитель приехал, был на свадьбу, торжественно вручил ключи от квартиры служебной. Да и работать здесь приятно, коллектив хороший. Люди здесь преимущественно, все механизаторы, животноводы все местные. Поэтому все меня знают, всех я знаю. При трудоустройстве не было никакого такого-то проблем, стрессовых ситуаций, потому что все свои, всех помню с детства, всех знаем, со всеми приятно общаться, всеми хорошо. Все можно реализовать, только надо для этого желания. И тогда абсолютно мы будем четко понимать, что люди будут жить в любом регионе нашей замечательной, красивой страны. А то, что мы увидели сегодня в городке-городище, когда молодые люди приезжают из города, живут и работают там, и довольны условиями проживания. Для этого надо только создать вот эту инфраструктуру, и создать эти условия, которые будут комфортны для наших людей. Заканчивается пятилетка, формируются планы на новую. Депутаты всех уровней должны активно участвовать в реализации и разработке этих планов. Для создания комфортных условий даже в самом отдаленном уголке страны есть все возможности и полномочия, отметила председатель Совета Республики Наталья Качанова. А на примере холдинга «Купаловска» парламентарии увидели, в создании комфортных условий заинтересованы все структуры – местные органы власти, руководство области и предприятий, которые работают на этой территории, а население помогает в благоустройстве и гордится своим агрогородком.